Календарная зима позади. Для города это означает вход в активную фазу благоустройства. Так городские службы убирают дороги от пыли и снега, собирают мусор с газонов и покрытий, подметают тротуары и ежедневно выводят мусор из урн. А также с наступления в температуру выше нуля приступят к покраске малых ретиктурных форм, скамейка и игровых элементов. Также в Нижегородском районе глава города Юрий Шалабаев указал на необходимость ремонта фасадов, пострадавших от хулиганов и вандалов. Фасадов, которые были готовы по 800-летию, например, вот этот, нам нужно оперативно в постоянном режиме мониторить появляющиеся надписи, вот эти, вот фасадов, и оперативно отрабатывать собственные поместания. Все необходимые материалы должны быть, подбирать нормальный колер, цвет и эти надписи закрашивать, ну, чтобы, естественно, не было видно, что это по-новому закрашивает опять. В советском районе, как и по всему городу, необходимо уделить внимание уборке дорог от пыли и приведению в нормативное состояние дорожных знаков, опору освещения, светофоров. Ну, еще недели, и пыльный столбом будет стоять, нужно срочно угонить ручников, чтобы они в ручном, дорожные рабочие в ручном режиме убирали это, и по погоде под металльно-уборочную технику. Плюс убирали, в том числе, мусор, который после зимы, вот этот вот на тротуаре. Недело после зимы осталось, что-то срубили, валяется. Все это тоже нужно приводить в кратчайшие строки, не ждать месячных, как обычно, по благоустройству. И, Андрей Олегович, вас, естественно, полный мониторинг по всему городу дорожных знаков, светофорных объектов. По итогам объезда глава города дал поручение начать работы по подготовке города к весенне-летнему сезону. В этот раз раньше традиционного месячника по благоустройству. Обычно он проходит с 5 апреля по 15 мая. Сейчас мы дал поручение главам района, руководительным дорожным предприятиям смотреть за состоянием уличной дорожной сети. Там остатки противогололедных материалов, песка, там, где меньше применялся реагент. Прибордюрку нужно убирать, так же, как и площади озеленения. Особое внимание нужно уделять дорожным знаком, опорам освещения. Это тоже влияет на внешний облик города и настроение горожан. Большая проблема вандализм. Очень много надписей появляется на сделанных фасадах, что, конечно, расстраивает. По некоторым зданиям плохо пережили зиму цоколь в основном. Там отвальная штукатурка, но видно, что есть повреждения. Вот над этим тоже нужно работать. Служба информации Никита Григорьев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова